Начинается январь, в январе, в январе, в январе, много зерна в январе. Один начинает, другие дружно подхватывают, и так во всем. В этом большом доме живут 18 детей. Они ласково называют друг друга домовята. Эта большая дружная семья родилась в марте 2021 года. Ее главная мама, она же директор приюта Домовята, долгое время была волонтером. Потом стала брать ребят с непростой судьбой под свою опеку. Мы сотрудничаем с администрацией Одинцовского округа, с комиссией по делам несовершеннолетних. Это те семьи, которые у них на карандаше, дети из не очень богополучных семей. Либо родители сами к нам обращаются. Есть такие семьи, которые не страдают алкоголизмом, наркоманией, просто попали в трудную жизненную ситуацию. Счастливые улыбки, дружба, забота и любовь. Это ощущается сразу, как переступаешь порог дома. Старшие помогают малышам. У каждого здесь свои обязанности. Сегодня я, например, на третьем этаже дежурный. Вечером убираться буду. Потом еще после ужина мою за определенным ребенком посуду. Лепить пельмени, когда столько рук, как и делать любое дело, проще простого. Подъем в 6.00, зарядка, завтрак и вперед за знаниями. Старшие спешат в школу, малыши остаются дома, где с ними занимаются квалифицированные педагоги. У каждого здесь масса увлечений. Кроме того, все ребята получают дополнительное образование. Кто-то посещает художественную школу, кто-то занимается боксом, кто-то учит язык. Ну, в общем, кто во что гораст. И обязательно у нас есть спорт. Это раз в неделю мы посещаем бассейн. Ребята занимаются плаванием. Кроме того, это трюковые самокаты, это велосипеды. Зимую это лыжи, коньки. А еще надо успеть помочь по хозяйству, убрать территорию возле дома, подготовиться к праздникам, которые проходят здесь дружно и весело. Четыре педагога учат ребят не только школьным наукам. Главное – привить простые бытовые навыки, которые пригодятся им в жизни. Я умею шить сердечки и шопер недавно шила. Самое сложное – найти к ребенку индивидуальный подход, говорят педагоги. Разглядеть способности и направить их в нужное русло. О каждом здесь переживают и заботятся, как о родном. Контролируя оценки, у меня, у всех школьников стоит родительский контроль. То есть я посмотрела, куда они звонили, где были. В связи с непростой ситуацией, с каждым месяцем семей, которым нужна помощь, становится все больше, говорит Елена. Поэтому главная ее мечта – чтобы таких домов было больше. И уже в настоящей деревне домовята в любви и заботе росли счастливые дети. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Дüss. Продолжение следует...